Александр Дубогрызов. Об истории этого бойца Юрген уже рассказывал. Возвращаясь с боевого задания, он подорвался на мине. С тяжелым ранением его доставили в госпиталь. А дальше след терялся. Его имени не было в списках погибших, раненых или пропавших без вести. К поискам подключилась едва ли не вся страна. Алексей Корчма знает подробности. О том, что случилось на передовой, родные узнали 27 мая, спустя неделю после ранения. Шоковое состояние у всех. Не знали, как реагировать, не знали, что делать. Говорить ли, брать маме. С 22-го, 27-го мы только узнали. И с 27-го мы практически две недели его искали. Это было, это просто было, для всей семьи мы просто две недели жили как будто в аду. И как назло, больше никаких новостей. В больницах Белгорода пациентов с таким именем не было. Братья Александра разместили в соцсетях просьбу помочь в поисках. Его нет ни в списках погибших, его нет ни в списках раненых, его нет ни в списках пропавших без вести. То есть его ни в каких списках не было. След терялся его в Белгороде. И мы, парни, даже собрались, братья, поехали искать его сами. Трагедию сыктывкарской семьи волонтеры восприняли как личную. Ольга Додонова встретила братьев в Белгороде, была всегда рядом, помогала искать. Его братья и друг Евгения обратились ко мне о том, что, может быть, вы знаете, либо видели. После этого мы с ними созвонились. На полпути они хотели развернуться и ехать в Ростов, потому что в Ростове им сказали, что, скорее всего, он лежит там. Ребята позвонили мне. Я говорю, давайте едьте, мы его найдем, потому что, ну, ну, не может его там быть. Ребята приехали, я их встретила. Мы начали обзванивать и обезжать все полевые госпитали, узнавать по всем больницам, где он может находиться. Слабая надежда появилась после того, как в сознание пришел сослуживец Саша. Они вместе подорвались на растяжке. Рассказал, какой машиной их везли и в какую именно больницу. Начали искать по ранению. То есть у него мы точно узнали, что левая рука и голова. То есть не так же много в такой промежуток времени. И так получилось, что вот эту цепочку так раскрутили именно по ранению и нашли, когда его отправляли совсем по другими данными. Потом нам наши друзья помогли, поехали в этот госпиталь, посмотрели, что это точно он. Заодно и пока мы его искали, еще несколько людей, солдат нашли, родственников нашли по пути. Это все было, потому что думали, что это наш. От ошибок мало кто застрахован, тем более в таких условиях. Оказывается, Александра Дубогрызова из Белгородской больницы отправили в Москву. В госпиталь имени Бурденко. Но под другим именем. Не надо сдаваться. Мы тоже могли несколько раз сдаться. Но не сдались, помогли нам люди, подняли нас духом. И все-таки результат вышел, что мы все-таки нашли. Не надо отчаиваться, надо искать, верить. Все будет хорошо и найдутся люди. Александр Дубогрызов находился в медикаментозной коме. Неделю назад врачи отметили положительную динамику. Он открывал глаза и реагировал на родных. Появилась слабая надежда. Однако чуда не случилось. Ранение на Донбассе оказалось для Саши фатальным.